Съёмочная площадка – лучшее место для косяков и шуток. Неудачные дубли бывают во всех фильмах. Будь то низкопробная комедия или оскароносный фильм, актёрам нелегко держать себя в руках во время съёмок серьёзных сцен, особенно когда всё идёт не по плану. Ветра-ветра У Лиама Нисона, несомненно, большой послужной список фильмов. В фильмах список Шиндлера и Роб Рой Нисон проявил себя в качестве серьёзного актёра, выкладывающегося на полную катушку. Но вот на съёмках команды «А» оказалось, что в профессиональные навыки не входит правильное произношение слова «вертолёты». Наполненный лифт Заслуживший Оскар Филлипс Эймур Хоффман, номинанты на Оскар Хокин Феникс и Эмми Адамс, заслуживший премию Эмми Рами Малек, заходят в один лифт. Нет, это не начало анекдота, это один из съёмочных дней фильма Мастер от режиссёра Пола Томаса Андерсона. Фильм о серьёзных вещах. И тут… Не самый приличный звук для съёмок фильма с таким списком актёров. Хотя надо признать, что они восприняли это нормально. Ну, все, кроме Хокина Феникса. Феникс не смеётся, если в сценарии не написано, что Феникс должен смеяться. Сгорая от страсти Выпускница Гарварда, получившая Оскар, Натали Портман, была принята на роль в трэшовой комедии Храброй Перцем. Он просто кишит пошлостью. – Я не хочу подумать об этом. – Но просто скажи, что мы были моменты поздно, и он был able to… get her cookies. – Shut up! У Портман по сценарию был идиотский диалог, и одну из фраз она не смогла выговорить правильно. Ну, попытка не пытка. Нефть. Дэниэл Дэй Льюис взял три Оскара за лучшего актёра главной роли, и это больше, чем у кого бы то ни было. Он без устали отрабатывает свой образ и не выходит из него даже в те минуты, когда камеры выключены. Но бывают моменты, например, на съёмках Нефти, когда он смеялся с актёром, играющим его сына. И всё же под серьёзной маской скрывается обычный человек. Допрос с пристрастием. Фильм Люди в чёрном 1997-го года рассказывает нам историю о двух спецагентах, которых играют Томми Ли Джонс и Уилл Смит. В фильме целая куча неординарных пришельцев, и один из них скрывается под личиной Мопса. Агент Кей должен был выбить из него информацию любой ценой. Фишка в том, что актёр тряс в руках живую собаку. Бедная собачонка. Тяжёлый был съёмочный день, потому что даже в финальном монтаже оставили кадр, когда Томми Ли Джонс не сдерживает улыбки. Рука в перчатке. Один из самых забавных моментов фильма Стэнли Кубрика, Доктор Стрэндж Лав или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу, когда бывший нацистский учёный Стрэндж Лав, сыгранный Питером Сэйлерсом, пытается вновь обрести контроль над своей рукой. Сэйлерс не выходил из своего образа, но Питер Бул, стоявший по левую руку от него, в какой-то момент не смог сдержать улыбки. Только не говорите, что вы бы сдержались. Подозрительное поведение Известные всем кадры опознания в фильме Подозрительные лица изначально планировались без смеха, но актёры сыграли иначе. Как говорил Кевин Холлок, невозможно было играть серьёзно, потому что Бенисио Дель Торо там страшно пердел. В конце концов режиссёр Брайан Сингер сдался и решил оставить сцену в комичном варианте. Так родилась классика. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся.